Здравствуйте! Здравствуйте! А сегодня у нас в студии гость, большой человек, мастер, микро-миниатюрист, доктор физико-математических наук Владимир Аниськин. Здравствуйте! Здравствуйте! И, собственно, говорить мы сегодня будем с вами о выставке, которая называется «Дива под микроскопом». Насколько маленькая эта дива, чтобы смотреть его именно под микроскопом? На этой выставке представлены, пожалуй, самые маленькие изделия на Земле, сделанные рукой человека. Среди экспонатов как классика жанра «Подкованная блоха», «Верблюды в угольном ушке», так и очень красивые и симпатичные работы, такие как «Винни-Пух с друзьями на срезе макового зернышка». Каждая работа снабжена оптикой, поэтому зритель не потеряется на выставке, он сможет каждую работу посмотреть, разглядеть ее во всех подробностях и получить эстетическое удовольствие. Мы не можем сразу не спросить про видео, которое у нас идет на экране. Это вот один из экспонатов, я так понимаю. Да, совершенно верно. Это самая маленькая книга в мире. Она целиком умещается на торце листа бумаги, размер ее 70 на 90. Это вот боковиночка. Да, на боковиночке листочка. И на видео показано, что странички в этой книжечке перелистываются. Здесь у нас книга называется «Левша», и книга состоит из фамилии тех мастеров, которые смогли подковать блохо. Их не так много, как у нас. А вы относитесь к мастерам, которые как раз-таки подковали блохо? Да, конечно. Ну, еще немножко о книжке. Здесь, получается, она на чем сделана? Вот основа у нее? Она расположена на срезе макового зернышка. В центре зернышка расположена золотая пластинка. И вот видео показывает, как перелистываются странички. А внизу разложены дополнительно странички отдельно, чтобы человек мог ознакомиться с содержанием книги. Каким образом это делается? Я вот даже не представляю, как это можно реализовать. У меня давно была вот эта идея. Где-то с 2009 года я начал поиск технологии, как изготовить эту книжку. И, в конце концов, я вышел на технологию. Это фотолитография делается. На тоненькой пленочке делаются металлические буквочки, напыляются. А затем пленочка вырезается, приклеивается на тоненький слой белой краски. Делаются отверстия, и листочки собираются на пружинки. В общем, обычным людям это недоступно, да? Какое бы острое зрение не было, собственно. Ну, это очень редкий вид искусства, потому что оно очень сложно. Если бы было легкое, было бы много мастеров. А так всего лишь 11 человек на весь мастер. Давайте поговорим еще о работах, которые представлены. Хотелось бы узнать, что еще можно посмотреть, либо что, возможно, вы еще делали. Также есть на выставке классика жанра «Верблюды в игольном ушке». Здесь в игольном ушке нарисован солнечный закат в пустыне. Два бедуинчика ведут верблюдов. Один другому показывают, куда нужно идти, а идти нужно к пальмам. А если приглядеться, то на пальмах мы увидим даже кокосы. Еще одна из работ – это ландыши из пылинок на срезе макового зернышка. Стаканчик выточен из самого темного зеленого оргстекла, который мне удалось найти. Но при той толщине стенки, которая получилась, цвет исчез, и он стал прозрачным. Какого размера вот это все? Ну, это маковое зернышко, это примерно один миллиметр, да. Также в моей коллекции есть очень сложные и художественные работы. Вот буратино на срезе виноградной косточки. Черепаха-тортилла выглядывает из воды и протягивает ему именно золотой ключик рядом. Это не нарисовано, да? Это не нарисовано, да. Это объемная скруктура. Это самая сложная техника в микроминиатюре, потому что необходимо трехмерный объект обрабатывать со всех сторон. Нескромный вопрос. Творчество, в любом случае, понятно, творчество, но все-таки вот самая маленькая такая работа, не знаю, сколько стоит самая дорогая работа? Ну, на этот вопрос, позвольте мне не отвечать и не распространяться на этот счет. Все работы оценены в фирме, которая занимается оценкой собственности. Но, к сожалению, рынка микроминиатюр нет, он еще не сформирован. И объясняется это тем, что просто очень малое количество мастеров и просто не появилось еще достаточное количество коллекционеров, ценителей этого вида искусства для того, чтобы… В общем, останется зажаткой. Да. Какие еще работы мы можем увидеть? Вот, ну, классика жанра, конечно, это подкованная блоха. Вот, кстати, о подкованной блохе хотелось бы узнать. Вот фотографию видел, это действительно настоящая блоха? Да, это настоящая блоха. Мне удалось даже сделать надпись на подковочках. Вот на левой подковке написано «Мастер во имя», как у Левского в левше, а низким там написано. А на правой подковке «Дата изготовления 2012» и флаг Российской Федерации, чтобы никто не сомневался, что… Что это наша, наша блоха, не трогать. Ну, где взяли блоху, первый вопрос? Это не такая простая задача, как казалось бы. Да, мне кажется, вам проще с микроминиатюрами сейчас. Да, моя одноклассница, она работает ветеринаром и в свое время она помогла… Подсобила. Подсобила, да. Насобирала в пузыречек много этих блох, у меня есть стратегический запас. Всегда сразу. Много этого вот где-то там, да, как всегда. Штук 15-20 там лежит. Побежали половину, в общем. А какие материалы используются для создания вот объемных фигур? Что это? Стекло чаще всего. Нет, выполнены они… Вообще технология – это ноу-хау. Ну, в двух словах, это специальный краситель, обработанный таким образом, что он может не пережать мелкую пластику. Вот, собственно, я предлагаю сейчас от ноу-хау перейти к рукоделию. У нас есть инструменты, я думаю, надо ими воспользоваться и что-то сделать. Что микроминиатюрного мы можем сделать сейчас? Я принес часть инструментов, которыми я работаю. Ну, вот два пинцетика. Ну, и для того, чтобы вы смогли оценить сложность работы микроминиатюриста, ну, попробуйте хотя бы с помощью пинцетиков на бумажке завязать человеческий волос в узелочек. Что-то мне сейчас вот кажется, что на меня сейчас тебя посмотрят. Ты, давай, нет, у тебя вон много, целая куча. Все мое. Все, ну, один, один, для искусства пожертвуем. Нет, дергай, ну ты что, с ума сошел? Это же боль дикая. Мы же люди готовые, сейчас мы с тобой раз, два. Нет, подожди, а может сразу побольше все-таки? Нет, не купайтесь, уже остановись, остановись. Сказали побольше легче, мы же начинающие все-таки с тобой микроминиатюристы. Давай вот, вот где-то вот здесь вот раз. Итак, есть у нас вот, друзья, во имя искусства, не знаю, наверное, вы этого не видите, но это же микроминиатюра. Итак, разворачиваем белый листочек, складываем, а вот теперь что нам нужно делать? Ну, теперь попробуйте с помощью пинцетиков завязать их, завязать узелочек. Давай усложним задачу. Ты одним пинцетом, я другим пинцетом. Ты с одного края, я с другого, да? Да, я с другого края. Итак. Поехали. Что сейчас? Тихо, держи, держи, что ты, божешки, с моей штуртурой. Правой, вообще-то правой. Так, теперь... Стой, стой, сейчас, стой, стой. Куда-то вот сюда. Вот, вот. Сейчас мы выскочим. Да, еринт. Простите, пожалуйста. Нет, подожди. Я тут нанервовался. Все, все, дай мужику сделать работу. Сейчас мы... Ну, давай. Ну, мне кажется, это больше... Боже мой, как вы это делаете, а? Я сейчас... Что происходит? Я не... Вот, действительно, этими пинцетами, прям этими пинцетами вы чуть-чуть... Еще маленько осталось. Дай уже, дай уже. Мне кажется, это вообще невозможно. Сейчас, подождите. Юль, давай, все, твоя очередь пробовать. Твой волос ты завязывай. Легко. Мы, может быть, что-то неправильно делаем или... Подожди, подожди, не дыши. Я даже постараюсь не говорить. Итак, Юлю мы, собственно, заняли. А какие еще инструменты пока у нас завязываются? У нас, я так понимаю, все остальное, это тоже вот микро какие-то приборы, да? Да, они по форме напоминают инструменты, которыми работают резчики по дереву, но только очень маленькие. Придумываю, изготавливаю я самостоятельно. Я поняла, вы нам пинцеты просто подсунули такие. Подожди. Вот я уже почти. Давай. Вот, вот, вот. Тихо, тихо, тихо. Маленько у тебя чуть-чуть осталось. И, и... Маленько вот там вот хватай за... Вот я сейчас... Ой, молодец, это стука нервов, вы не представляете, я уже тут готова... Единственное, что я сейчас понял, друзья, это то, что я вот никогда не смогу заниматься микроминиатюрой, потому что, если честно, вот у меня просто не хватит усидчивости. Сколько нужно... Зарезала. На работу почти, давай я бы завяжу быстренько. У Юли получилось, и это прекрасно. У нее есть все задатки, будете первой, стать первой женщиной-микроминиатюристом. Вы знаете, психом я скорее стану, чем вот второй раз на самом деле, это очень кропотливая работа, делается она руками. И насколько мелкими, точными должны быть движения, чтобы вот действительно напечатать, написать букву вот на подкове Балахина, вот цифру два хотя бы. В микроминиатюре есть... Ну, у микроминиатюристов два врага. Это электростатика и биение собственного сердца. Что это означает? Если мы возьмем инструмент, пальчиками успокоимся, будем дышать ровно, то мы заметим через микроскоп, что инструмент начнет трепыхаться в так биении сердца. А, то есть это такая еле заметная отдача идет. Да, и между ударами есть примерно полсекунды, когда ты можешь сделать контролируемое движение. Друзья, ну по опыту скажу, что никакие мантры, никакая йога рядом не стояли. Вот если вы это сделаете, вы успокоитесь, вы вообще много что сможете сделать в жизни. В общем, все просто, занимайтесь микроминиатюрой и приходите на выставку Дива под микроскопом. А сегодня у нас в гостях был автор выставки Анискин Владимир. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.